Съемки какие-то, что-то, чего-то, да? Ну, мы же не у вас не на телеканале... Нет, нет, просто интересно, любопытство. А вы сотрудник или руководитель объекта? Сотрудник. Я думаю, любые комментарии только с разрешения руководства. Микрорайон ДЗФС, потом микрорайон Махалина и улица Оборонная. Там дышать невозможно. Вы же не можете отрицать, как бы есть? Запах в городе есть. Отсюда. То есть такое ощущение, что очные, они не справляются. То есть функциональная загруженность превышает в несколько раз. Я вообще сейчас никаких официальных комментариев давать не буду. Потому что вполне возможно, что я вот что-то вот скажу, а мне потом дадут по голове и скажут, вот ты неправильно сказал. Сегодня Экорет приехал в подмосковный Дмитров, где местные жители, активисты, обратились с очередной жалобой разобраться с ситуацией, связанной с очистными сооружениями. Объект довольно старый, хотя если посмотреть информацию на официальном сайте Дмитровского городского округа, можно с интересом наблюдать, в каких радужных красках и перспективах расписывает действующая администрация о новых линиях и новых технологических изменениях очистных сооружений. На сегодняшний день вы вот как технолог, вы можете сказать со стопроцентной уверенностью, что очистные сооружения справляются? Я вам не буду никаких официальных комментариев давать. Вы вот пишите запрос в администрацию и там... А вот у вас на очистных экскурсиях не хотели бы нам устроить? Нет, нет. Если вам скрывать нечего, у вас все замечательно... Связывайтесь с руководством. Ну что ж, мы в очередной раз сталкиваемся с тем, что, как всегда, никаких комментариев на территорию. При всем при том, что вроде как все замечательно, все прекрасно, все работает, выполняется все должным образом, что очистные функционируют, как бы предполагаясь как надо, предполагаясь. Но тем не менее, внутрь, как видите, нас пускать не захотели. Но мы пойдем сейчас дальше, посмотрим на самом деле, как оно выглядит в реале. То есть нам тут очень красиво все рассказывали. По факту же, уже понятно, становится понятно, что все далеко не так гладко, как это нам представляли. Здесь непосредственно продолжение русла реки Яхрома, куда и впадают, к сожалению, вот те самые нечистоты, те фекальные стоки, которые мы с вами видели с коптера. Вот эта вся черная жижа. Не нужно быть семипядей во лбу или академиком, чтобы даже определить по цвету, что это явно не родниковая вода. Вот, и она вот вся течет, потому что активная, более теплая и не успевает замерзнуть. А вот здесь, где идет русло реки, вода, сами видите, как бы сверху корка льда. А тут же, я так полагаю, не только фекальная масса, и, наверное, какая-то и бытовая химия, и промышленная химия, что не самым благовидным образом сказывается на экосистеме и всех тех жителях, которые так или иначе сталкиваются с этой водной зоной. Сейчас мы выдвигаемся в еще одно интересное место, это деревня Горшкова, непосредственно на Яхромскую пойму. Чтобы посмотреть, какие в дальнейшем будущем могут быть последствия и с чем они связаны непосредственно. То есть, как эта часть связана с той. Вы видели река Горшкова? Нет, мы видели, видели, как бы, где они непосредственно стекают, эти нечистоты. Да, там все прекрасно видно, невооруженным взглядом, цвет реки. Как будто туда следит что-то такое вот с порошками, с какой-то химией, вот, ну, какой-то белый такой налет. Все это видно и пахнет замечательно. Мы сейчас как раз доехали до поймы, она по обе стороны, как раз-таки реки Новая Яхрома, вот. И сейчас непосредственно прорубили лунку, чтобы убедиться, на самом деле, насколько вот это все находится в плачевном состоянии. Вот, если присмотреться, видите, мелкие частицы грязи? Да, она такая мутновато-зеленовато. Мутновато, вот видите, а вот эти вот мелкие-мелкие частицы идут, крутятся в лунки. Это вот грязь такая. Вот есть теченица небольшая, видно. Мы сейчас подержим ровно минуту и посмотрим, кто здесь живет. Вот, собственно, о чем сегодня у нас шла речь, как бы, это вот, это явно не мальки, то есть это видно, да, здесь, все вот эти вот элементы. Это вся грязь, которые, все элементы, которые идут в речке Яхрома, в воде, они оседают быстро на сетке. Мы подержали ее ровно минуту. Вот смотрите, что за минуту проплыло, прошло по воде. Что ж, сегодняшний корейд завершился. Мы, как и прежде, не будем спешить, не будем делать громких заявлений. Но с этой ситуацией разбираться следует. Мы, конечно же, примем все соответствующие меры, по этому вопросу. И будем доводить это до логического завершения. Это Экорейд. Оставайтесь с нами и следите за ходом событий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok